При открытых дверях движение категорически запрещено. Открытие производится только после полной остановки. Серебряный призер областного конкурса водительского мастерства Виталий Сычев проводит мастер-класс для будущего водителя автобусного предприятия. Ранее кондуктор, а теперь бригадир водительского состава Надежда Федюнина не теряет надежды на то, что вскоре сядет за руль крупногабаритного авто. Права категории «Д» она уже оформила. Теперь нужно отработать профессиональные навыки и выйти в свой первый рейс по улицам родного города. Управлять пассажирским автобусом Надежда мечтала с детства. Нежинский труд и тяжелый руль ее не пугают. Напротив, добавляют романтики и драйва. У меня будет хороший наставник, который меня к этому подготовит, чтобы было аккуратно, целеустремленно и безопасно. В год педагога и наставника в России, который был объявлен президентом Владимиром Путиным, самарские транспортные предприятия усилили работу по обучению молодого кадрового состава. В автобусном парке Самары новичкам рассказывают об устройстве крупногабаритных машин и сообщают о нюансах, с которыми приходится сталкиваться в ежедневных рейсах. Бесценным опытом делятся сотрудники, для которых профессия водитель – скорее призвание. Это романтика – колесить по городу, видеть людей, видеть объекты, которые проносятся мимо тебя. Пассажиры будут всегда, перевозить их мы будем всегда. Ни один город не останется без общественного транспорта. И работа перспективная и стабильная. По словам наставника Виталия Сычева, быстрее всего схватывают материал молодые сотрудники. Новичкам он рекомендует начать с изучения должностной инструкции, основ безопасности дорожного движения и ПДД. Знать нужно многое, отмечает Виталий Владимирович. К примеру, обучение на категорию «Д» имеет ограничение по возрасту. Получить права на управление автобусом могут граждане, имеющие однолетний стаж вождения. Кроме того, работа на крупном транспортном предприятии – это строгий распорядок дня, большая ответственность и взаимодействие с людьми. Нужно уметь справляться со стрессовыми ситуациями и аккуратно управлять автобусом, чтобы пассажиры не испытывали неудобств. Моя задача – сделать как можно больше для того, чтобы молодой водитель получил все навыки, для того, чтобы безопасность в его работе была на первом месте. В настоящее время в транспортном предприятии «Самары» трудится более полутора тысяч человек. Сотрудникам предоставляется полный соцпакет, медобслуживание, обучение и стажировка, а также корпоративная мобильная связь и жилье для иногородних. В автобусном парке города надеются, что в год педагога и наставника транспортное предприятие обретет новые талантливые кадры, для которых цели, устремленность, трудолюбие и порядочность станут главным жизненным девизом. Когда приходит молодой специалист, он, конечно, молодой, он всему обучен, всему научен, но принцип «делай, как я» никто еще не отменял. И вот лучше, чем практика, наверное, метода нету научиться делать, решать ту или иную задачу. А самое простое, самое понятное, это когда подходит опытный человек и своим примером на деле объясняет, поясняет, показывает, как все это в жизни происходит. Обучать и поддерживать молодые кадры будут в каждом транспортном предприятии «Самары», организующем пассажирские перевозки. Причем не только в год педагога и наставника. Подобную практику хотят внедрить на постоянной основе. Ну а пока новичкам остается отрабатывать свои профессиональные навыки и после отправляться в свои первые рейсы за романтикой больших дорог. Помню, что в приоритете – комфорт и безопасность пассажиров. Ольга Павлова, Николай Епифанов, События.